После горького поражения Армении во Второй Карабахской войне и подписания капитуляции не утихают политические баталии между бывшими и прежними властями этой страны. На этот раз подвергся сильной критике президент Армении Армен Саркисян, которого уже называют тунеядцем, продавшим всех ради должности. Своими мыслями обо всем этом на своей странице в Facebook поделился зять Сержа Сарксяна, экс-посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян. Существует одна псевдоэлитная, псевдоинтеллектуальная и псевдопринципиальная тенденция, когда люди жалуются, что у народа нет самолюбия, у нации нет инстинкта самозащиты. Эти псевдо винят в сложившейся ситуации и почти во всех неудачах коллективный народ. Критикуют и в конце навешивают ярлыки, называя тех, кто не хочет смотреть в глаза фактам и реальности, мерзостью или зомби. А может нам стоит начать поиск виновных в правительственных зданиях среди тунеядцев, наслаждавшихся жизнью за счет налогов нашего народа? Например, с человека, занимающего должность президента Армении. В зависимости от уличных настроений, напряженности и курса дня он решает, перед кем подхалимничать. Причем подхалимничает перед всеми, без всякой дискриминации, только по одному принципу – шеф, не бей меня по голове, позволь остаться президентом. А список шефов по ситуации подытожил зять Сарксяна.